Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас разговор с руководителем управления Росреестра по Чувашской Республике Екатериной Карпеевой. Екатерина Владимировна, здравствуйте! Добрый день, Татьяна! Екатерина Владимировна, в октябре этого года в работе управления произошли изменения. Например, теперь все жители могут защититься от мошенников и узнать всех бывших владельцев своей квартиры. Расскажите подробнее об этих изменениях, есть ли уже первые результаты? Да, действительно, с октября у наших граждан, у собственников недвижимости, есть возможность подать заявление о том, чтобы без их личного участия мы никакие регистрационные действия не проводили. Такие заявления были у нас и раньше. Единственное, законодатель никак процессуально это не регламентировал. И действительно, если поступали документы, мы начинали разыскивать собственников, звонить, выдавали ли вы доверенность. То сейчас у нас процедура строго расписана, и она очень удобна. Если собственник квартиры, например, опасается, что кто-то может мошеннически подделать доверенность и подать от выменя продажу квартиры, то он может подать такое заявление, и мы уже рассматривать пакет документов по доверенности не будем. Вернем заявителя без рассмотрения. И действительно, у нас уже есть первые такие заявления за истекший месяц, 17 обращений. И, как правило, это люди, которые потеряли документы или каким-то образом их документы попали в чужие руки. То есть люди воспользовались этой возможностью? Да, да. Один из первых случаев у нас пожилая женщина оставила пакет документов на квартиру у банкомата, сразу заявила в полицию, но поскольку она продолжала волноваться о судьбе своей квартиры, позвонила к нам, наш сотрудник выехал и взял от нее такое заявление. Уже теперь такое предупреждение висит в реестре, и в случае поступления документов на квартиру мы вернем без рассмотрения. Другие случаи, когда уже потенциальные покупатели интересовались недвижимостью, брали документы посмотреть, представить банк, и исчезали с этими документами. Вот такое, получается, заявление, такой стоп на все действия по доверенности. Ну, действительно, реально хорошая поддержка для жителей, чтобы все-таки не было мошеннических сделок с жильем. Да, мы тоже считаем, что это реальный механизм, который уже работает и действительно поможет. Уже работает, за месяц уже работает. Екатерина Владимировна, вот сейчас, наверное, тренд нескольких лет – это электронный документооборот. И все госорганы вводят эту систему. Как у вас в управлении? Электронные услуги. Мы очень много работаем над этим направлением. У нас самая востребованная выдача информации из Единого государственного реестра прав. 9 тысяч запросов уже в этом году. Запросы из Единого государственного кадастры недвижимости. 16 тысяч заявителей у нас обратились по предварительной записи. Это, как правило, жители крупных мегаполисов Чебоксар, Новочебоксарск. Работает автоматическая система взаимодействия с заявителями. Это электронная очередь и возможность подать документы вживую уже, обратившись в наши офисы. Никаких посредников с талонами нет. Напрямую получают свою очередь. И, так сказать, защита от коррупции. Потому что невозможно подать именно заранее, спланировать, какому специалисту попадет прием документов. То есть вы активно используете все возможности электронного документа оборота? Да. Все электронные сервисы у нас на портале Росреестра, на центральном портале. Самый удобный бесплатный сервис сведений об объектах недвижимости в режиме онлайн. В этом году активно обсуждался вопрос о стоимости кадастровой стоимости квартир и частных домов. И многие переживали, что налог возрастет в несколько раз. Вот что сейчас слышно о предстоящем налоговобложении и какая работа в этом направлении проводится? В 2012 году была проведена кадастровая оценка объектов капитального строительства. Более 600 тысяч на территории Чувашской республики. Объекты капитального строительства – это квартиры, здания, строения, сооружения. Они обрели кадастровую оценку. И оспорить эти результаты можно было уже по истечении 6 месяцев, то есть в 2013 году. До первого июля, по-моему, да? Да, стройки уже истекли по досудебному оспариванию кадастрового оценки УКСов. В этом году оценены по-новому земли населенных пунктов. Это большое количество земельных участков. 470 тысяч участков на территории Чувашской республики. Земли особо охраняемых природных территорий. Тут маленький срез участков. 94 участка. И земли промышленности нового специального назначения – 126 тысяч таких участков. Вот эти земли можно будет, их кадастрового оценка можно будет пересмотреть. Пересмотреть в комиссии по рассмотрению споров, по результатам кадастрового оценки. Эта комиссия создана при нашем управлении. Росреестр Путеварской республики. То есть сейчас жители городов могут только через суд оспорить кадастровую оценку? По объектам капитального строительства. Это квартира, в первую очередь, нежилые, торговые, офисные помещения, здания. Их уже можно оспорить только в арбитражном суде Чувашской республики. А размер налога определяет налоговая служба? Да. Очень много говорили о том, что будут налоги браться с объектов капитального строительства, исходя из кадастровой оценки. На сегодняшний день этот вопрос отложен до 2015 года. Поэтому пока сейчас взимается от инвентаризационной оценки, которую производили органы технической инвентаризации. Земля всегда была от кадастровой оценки. Налоги на землю рассчитывались от кадастровой оценки. И это сохраняется. В 2014 году, в течение первого полугодия, можно будет оспорить кадастровую оценку земель населенных пунктов, земель промышленности и земель особо охраняемых территорий. Екатерина Владимировна, хотелось бы затронуть внутреннюю кухню вашей работы, о которой многие не догадываются. Я сейчас говорю о гармонизации и верификации. Раскройте, пожалуйста, секрет, что кроется за этими сложными и непонятными мудреными названиями. Действительно, слова очень красивые. Это сверка баз. Кадастро и реестр прав. Вот две базы. Если в едином государственном реестре прав 325 тысяч земельных участков, то в кадастре земельных участков на 500 больше. И мы должны сопоставить каждый участок по земле. И такая же ситуация по объектам капитального строительства. То есть совпадают собственники этих участков земли или не совпадают? Мы должны сопоставить характеристики. Если по земле уже кадастровый номер определен, участка, то по объектам капитального строительства нужно всем квартирам присвоить кадастровый номер. Вот когда идет присвоение кадастрового номера, идет сопоставление сведений об объектах в двух базах. Вот мы такую работу проводим и по земле, и по объектам капитального строительства. То есть чтобы объектов было не 800 тысяч, а какие-то, может быть, и пересеклись. Да, действительно, с точки зрения математики, это две области, которые пересекаются. Получаются два значения. Часть из них пересекается, но часть из них – это ранее возникшие права. Их у нас нет в реестре. Либо это, например, участки, на которые права еще не зарегистрированы. Был большой участок, он есть в реестре, есть свидетельство на него. Собственник принял решение разделить. И пока до нас еще с регистрацией не зашел. А там же, может быть, и границы изменены. Вам же еще и границы могут изучать. Да, но у нас работа очень сложная. В этом году мы ее планируем закончить. А по земле у нас 99% участков. уже сверено. По объектам капитального строительства 91% всех объектов уже присвоены кадастровые номера. Это гармонизация, работа по гармонизации. Верификация – это уже устранение технических ошибок. Могли постановление органов местного управления написать улицу неправильно. Именно так же по данным органам местного управления вносили сведения в кадастр, в реестр прав. То есть сейчас есть унифицированная система присвоения названий. То есть это все уточняется. Справление технических ошибок. Наших органов технических ошибок, других органов технических ошибок. Все это вот исключается. Это верификация. Мы работу эту проводим для того, чтобы в будущем у нас была единая база, которая объединит и кадастр недвижимости, и реестр прав. Ну и обращаться, наверное, за какими-то сведениями гораздо проще будет. И передавать эти сведения налоговую службу для уплаты налогов. Отлично. Спасибо большое, Екатерина Владимировна, за беседу. Спасибо за приглашение. Напомню, что сегодня у нас разговор по существу был с руководителем управления Росреестра Почувальской Республики Екатериной Карпеевой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова